Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться отчетом четвертой недели моей работы с диетологом и массажистом. Я не могу сама поверить, что прошел уже целый месяц, но тем не менее один месяц уже прошел, то есть одна третья моего путешествия, так сказать, уже прошла. И хочу сегодня поделиться всеми своими наблюдениями. Если вы впервые попали на этот выпуск, то я вам советую посмотреть. У меня на канале есть целый плейлист, посвященный этой теме. Мои отчеты еженедельные, какие у меня достижения, что мне нравится, что не нравится, как идет. В общем-то, все это есть у меня на канале. Ссылку я обязательно вам оставлю внизу на этот плейлист. Как всегда, все свои отчеты я делаю на основе своей маленькой черной книжечки, где я записываю все свои ощущения, свой вес, что я пушила, вклеиваю какие-то рецепты. И давайте приступать, так как эти видео зачастую получаются довольно длинными, мне хочется затягивать резину. Итак, значит, на 22 день мой вес составлял 60,4, и через неделю я потеряла опять 600 граммов. То есть, в принципе, так же, как и на третьей неделе. Под конец этой недели у меня вес уже был 59,8. В принципе, мне нравится этот прогресс, не слишком быстро, не слишком медленно. Наверное, именно так от меня бы и хотелось, потому что впереди у меня еще целые 2 месяца, а я добрую половину веса уже потеряла. То есть, я, в принципе, обережаю даже свое время. Свои замеры я повторно не делала, как на третью неделю. Я думаю, еще через недельку, через две я делаю замеры. И сейчас тоже, что будет, какие перемены. Под конец этого месяца у меня заканчиваются мои антицерилипные массажи. У меня еще остался один массаж в эту пятницу. Я сейчас снимаю в четверг, то есть, завтра у меня будет массаж. И так как я перенесла один массаж, еще у меня не получалось его делать, у меня будет еще один в понедельник. Но если бы я все делала по графику, то завтра был бы уже мой последний массаж. Перенесла я массаж как раз-таки по той причине, что я заболела. Это как раз-таки является самым таким негативным впечатлением этой недели. На 29-й день я заболела. Мне почему-то очень резко стало довольно плохо. Начало болеть горло, заложило нос. Ну, в общем-то, типичная простуда. И на самом деле я уже забыла даже это ощущение, потому что я последние года полтора вообще не болела вот такими простудными заболеваниями. Я безумно была этому рада. И вот я не знаю почему. Возможно, меня подкосило, потому что последние три недели я очень сильно была занята. У меня были и съемки, и макияжи, и работа по симплуму. И, в общем-то, я не знаю, я металась просто бешеная. Очень-очень много было работы. И из-за того, что вот такой вот темп, я постоянно себя изнуряла. Возможно, из-за этого еще и плюс сюда тоже диета относится. То есть какое-то ослабление организма тоже. Возможно, из-за этого я этот вирус и подхватила. Но, тем не менее, сегодня я уже третий день болею. И в то же время я не могу сказать, что я как-то очень сильно простужена. То есть я снимаю сейчас это видео. Конечно, оно дается мне труднее, чем обычно. Но, тем не менее, в принципе, чувствую себя так. Относительно нормально, можно так сказать, на 4 с минусом где-то. И, кстати, этот момент, связанный именно с тем, что я простудилась, натолкнул меня на мысль, что не зря, наверное, все-таки большинство девушек худеют к лету. Потому что, когда ты худеешь к лету, то мне кажется, что организм, наоборот, рад, может быть, даже избавиться от каких-то лишних килограммов. И летом нам, наоборот, еще более тяжело от нашего излишнего веса. А когда начинаешь худеть именно вот в такие переломные моменты, да, когда погода меняется с довольно прохладной на зимнюю, даже уже очень холодную, то это, наверное, больше подвергает риску всяких ОРЗ. Но, тем не менее, у меня как-то всегда по жизни так было, что я всегда худею в зиме. И к лету никогда у меня не было такого, чтобы я там где-то в апреле или в мае проснулась и решила, что пора худеть. Но, тем не менее, никогда не поздно заняться собой. Это можно делать зимой, летом и весной, когда угодно. Просто при любой погоде нужно беречь себя. И из-за того, что я заболела, опять-таки, эта неделя у меня пошла немножко под откос, потому что, естественно, я начала пропускать закаливание, потому что, когда болеешь, когда вот именно в таком состоянии, то закаливание это совсем не то, что тебе нужно. И даже я после того, как я заболела, я перестала пить воду. Она мне настолько не идет, я просто не могу ее в себя затолкнуть. Мне не нравится. Даже я ее подогреваю немножко, то есть стараюсь такую тепленькую пить, но в то же время мне она настолько не идет. Я чувствую, что мне хочется чего-то такого более согревающего, более такого какого-то витаминного, что ли. И последние три дня я практически полностью воду заменила чаем с имбирем, лимоном и медом. Вот такой вот как бы витаминный коктейль я принимаю. И очень мне нравится. Он такой вот приятный на горло, такой вот очень как-то смягчающий, наверное. И плохо, наверное, что я не пью воду, но тем не менее я просто как-то во время именно такого состояния не могу ее пить. Потом, когда мне станет получше, я уверена, что я к воде вернусь. Теперь хотелось бы тоже немножко больше поговорить еще о физической нагрузке. Как я уже сказала ранее, сейчас у меня заканчивается мой первый курс антицеллюлитного массажа. В следующий месяц массаж мне Настя делать не будет. Настя, это, кстати, мой диетолог и массажист. Обязательно к ней обращайтесь, если тоже ищете диетолога. Она работает удаленно. Ссылку на нее я, как обычно, оставляю внизу. Обращайтесь к ней. Я знаю, что некоторые из вас обращались. И все абсолютно пока довольны. И я сама лично очень довольна, потому что Настя такой человек, который заставит вас добиться цели. И пока у меня все идет именно так, как надо. Но, тем не менее, вернемся к нашим баранам. Значит, заканчивается у меня курс антицеллюлитного массажа. И следующий месяц, второй, я буду сидеть просто на диете. И мы будем наблюдать за тем, как ведет себя организм без массажа. То есть, в каком состоянии будут у меня мышцы, как сильно я буду терять вес или набирать вес. И что довольно важно, все-таки мне кажется, что вот именно если в первый месяц я могла себе еще позволить прогулять физическую нагрузку. И где-то там пропустить, где-то не позаниматься. Потому что массаж, он все-таки компенсирует физическую нагрузку. Массажем мышцы тоже приводятся в тонус. Пускай, может быть, не настолько сильно, как после такой какой-то интенсивной тренировки. Но, тем не менее, антицеллюлитный массаж, он приводит в тонус вашей мышцы. То на второй месяц, для того, чтобы мне не потерять, как я, по крайней мере, себе это думаю, для того, чтобы мне не потерять, а закрепить результат вот этого первого месяца, я думаю, что мне обязательно нужно будет очень строго относиться к спорту и ни в коем случае его не пропускать. Пускай там будут какие-то не очень сильные нагрузки, потому что я все-таки еще боюсь каких-то сильных нагрузок из-за моих проблем с коленями. И, кстати говоря, когда я начала чистку суставов, я об этом рассказывала, по-моему, в прошлом видео, у меня перестали болеть колени. Вот я уже последние, наверное, недели две вообще о них не вспоминаю. Я вспоминаю только тогда, когда заходит об этом речь, я задумываюсь, что действительно меня они абсолютно перестали беспокоить, и я о них абсолютно не думаю. Поэтому это огромный плюс, но тем не менее я еще боюсь как бы давать какую-то сильную нагрузку, поэтому я буду продолжать со своим приложением, которое называется Thigh Slimmer. Thigh Slimmer. Оно очень классное, и нагрузка вот именно на бедра, на ноги, там довольно такая интенсивная, но в то же время не слишком. И мне кажется, она мне очень хорошо идет как раз в том темпе, в котором мне нужно. И как только я выздоровлю, я себе ставлю за цель обязательно ежедневно заниматься спортом, уделять этому время, потому что это очень важно, чтобы не потерять и закрепить, а может даже и улучшить результат. И по традиции хочу тоже с вами поделиться рецептами, какими-то интересными, которые я делала за предыдущую неделю. У меня есть два просто потрясающих рецепта, которые очень сильно мне понравились. Первое, это было пирожные вупи. Оригинальный рецепт я оставлю внизу на ссылке. И как, собственно, оно готовится? Для того, чтобы приготовить, нужна овсяная лука, пекарский порошок, какао, масло сливочное, сода, яйцо. И я также использовала еще молоко. Так как здесь все-таки довольно много ингредиентов, которые не сильно относятся к диетическим, а именно масло и, не знаю, мука та же самая, в принципе, это не очень такие диетические продукты, я решила заморочиться и посчитать калорийность того, что я сделала. И у меня получилось, что я сделала 6 печенек таких, и каждое печенье у меня получилось приблизительно по 250 калорий. 250 калорий, это, ну, как я считаю, это не очень много для десерта. Если вы съедите одно такое печенье, кстати, оно довольно большое было по размеру, поэтому можно было еще в два раза его разделить, и получилось бы еще меньше калорий, и, в принципе, как бы можно было бы им насладиться. Но, тем не менее, как нужно было готовить эти печенья? Сначала нужно просеять муку, какао, пекарский порошок и соду в одну миску. Ну, какао я взяла довольно много, я взяла, по-моему, 50 г какао, или даже, может, немножко меньше, но это настолько много, у меня печенья получились чуть ли не черного цвета. Я думаю, что можно в два раза меньше брать какао, и при этом результат будет не менее плохим. Дальше отдельно смешиваются масло и сахар, добавляем туда яйца, ваниль, и я добавляла еще тоже туда молоко. Сахар я, по-моему, добавляла очень-очень мало, или вообще его не добавляла. Честно говоря, сейчас уже не вспомню, по-моему, не добавляла, потому что я здесь из рецепта вычеркнула его. Потом две этих миски мы смешиваем вместе все ингредиенты, аккуратно размешиваем, делаем небольшие лепешечки или формы, которые вам нравятся для печенек, и все это запекается в духовке. Очень-очень вкусное печенье, если сделать его с сахаром, если вы не на диете, это будет просто какой-то пальчики оближешь. Очень мне это печенье понравилось, я его с таким просто при огромном удовольствии кушала, и я думаю, что это не последний раз, как я его готовила. И еще одно тоже очень-очень классное, вообще, вот, наверное, за весь месяц моей готовки, это, наверное, мой самый-самый вкусный рецепт, это я сделала кокосовое печенье. И что, собственно, нужно было мне для приготовления кокосового печенья? Я взяла 2 ложки сахара, яичных белков 3 штучки, потом овсяную муку я взяла, 2 столовые ложки, и кокосовую стружку 100 граммов я взяла. Отделила белки от желтков, и с помощью миксера я взбила белки в крепкую пену. Потом немножко добавила сахара, как я говорила, у меня было 2 ложки, и я взбивала до образования плотной блестящей массы. Туда потом нужно было добавить просеянную муку, я взяла овсяную муку, и кокосовую стружку. Все это нужно было перемешать металлической ложкой, перемешивать нужно довольно осторожно, чтобы белки не потеряли вот эту свою пушистость, и в то же время печенье получилось воздушным. И потом на противень я в абсолютном произвольной форме выкладывала такие, как печенюшки, и сверху немножко их присыпала тоже кокосовой стружкой. Запекать это нужно тоже буквально минут 10. Безумно вкусный десерт, вот настолько вкусный. Эта кокосовая стружка, она имеет какую-то просто потрясающую такую сладость, но в то же время сахара вы здесь используете совсем мало, а кокосовая стружка настолько вытягивает это печенье до такого сладкого уровня, что мне безумно понравилось, и я кушала это печенье, и при этом нормально худела, то есть вес у меня абсолютно не набирался. Что касается моих остальных рецептов, то они были довольно простыми. Один день мне нужно было срочно приготовить какой-то супчик для себя, и опять-таки это было довольно проблематично, потому что времени тогда опять-таки мне не хватало. Я решила сделать что-то очень быстрое. Взяла куриную грудку или индейку, уже точно не помню, что это было. Сварила ее на втором бульоне, то есть первый бульон слила, на втором уже варила суп, добавила туда, по-моему, рис, картошку, немножко картошки, и в последнюю очередь взбила тоже два яйца и вылила их в суп. Очень простой суп у меня получился, буквально, я не знаю, полчаса я его готовила, но в то же время довольно питательный из-за того, что есть там яйца, картошка, рис, все-таки он получился довольно питательным. И второй суп, который готовила уже не я, а моя мама, она приехала сейчас ко мне в гости, и она приготовила мне суп с клетками. Основа абсолютно такая же, единственное, что она добавила туда, это были клетки. Клетки она сделала из манки, но клеток этих относительно немного в супе, поэтому я думаю, что сильно много там чего-то они мне не добавят. И опять-таки я ела этот суп последние несколько дней, и при этом вес у меня все-таки уходил вниз, поэтому я делаю выводы, что суп этот не нормально идет, нормально переваривается, нормально усваивается, и как бы не вредит моей общей диете. И последнее тоже из таких вот быстрых каких-то рецептов. На полудник я очень часто пью либо йогурт. Йогурт я всегда выбираю в то время, когда я где-то мотаюсь и не могу быть дома в это время, но мне нужно что-то покушать. Я с собой всегда беру бутылочку йогурта, и где бы я ни была, я могу посвятить 5-10 минут для того, чтобы его выпить. Если я дома, то вместо йогурта я кушаю творог с какими-то фруктами. Фрукты могут быть какие угодно, которыми мне хочется в этот конкретный день. Недавно я кушала творог с киви, я также кушаю творог с персиками, также это может быть творог с какими-то цитрусовыми. В общем-то, в принципе, все, что вам хочется, все, что вам нравится. Можно это также немножко метком полить, если хочется такой вот сладости. Тоже очень быстро и довольно неплохо, вкусно получается. Вот, в принципе, и все мои наблюдения за последнюю неделю. Целый месяц уже прошел. В целом, мне кажется, что результаты этого месяца очень хорошие, потому что я за месяц потеряла 3,7 кг. Это очень много, потому что это практически половина, наверное, задуманной моей цели, а может быть и большая половина задуманной цели. Поэтому я безумно этому рада. Я безумно рада тому, что вес очень плавно идет вниз и не скачет то вверх, то вниз. У меня никогда не было вот этих скачков за время этой диеты. В общем-то, мне абсолютно все нравится в этой диете. Я никогда не чувствовала себя голодной. Я никогда не чувствовала, что мне чего-то не хватает. Я уверена, что второй месяц будет не хуже. По крайней мере, я приложу для этого максимум своих усилий. И перед тем, как с вами попрощаться, я бы хотела попросить вас об услуги. Я уже об этом говорила в предыдущих видео. Недавно я была номинирована на титул «Предпринимательский талант Украины-2015» среди женщин-бизнесменов. И для того, чтобы пройти финал, мне очень нужны ваши голоса. Поэтому, если это вас не затруднит, это займет буквально пару минут вашего времени, достаточно просто перейти по ссылке, которую я оставлю внизу, и проголосовать через любую соцсеть. Это можно сделать через ВК, через Фейсбук или через Твиттер. Достаточно просто нажать кнопочку, выбранной вами соцсети, и это уже засчитает ваш голос. Если вам нравится мой канал, если вам нравится, что я делаю, если вы пользовались или собираетесь воспользоваться проектом Симплум, я очень вас прошу уделить этому буквально минуту времени. И сразу хочу высказать огромную благодарность всем тем, кто за меня проголосовал. Для меня это имеет огромнейшее просто значение. На этом, наверное, все-таки буду с вами прощаться. До встречи в отчетах следующих недель. Пока.